Иду я как нищий в рванье, Сей путь и земные доспехи для братьев его. Гордыня уже я лишился, Вот, спало ермо, стало легче идти. Утеряна злоба, и рабский мой страх Потерян небрежно вдали. Осталось стряхнуть кисию, вот, Упала и ложь, развалившихся лохмоть, и метает. И вот уж я словно ногой. Но нет, ведь упорным трудом Заработал себе я одежду, Простую и ветхую, но достойную, честную. Живу я средь вас, как изгой, Дырявые штаны, в дырках обувь, Ведь днея весь мир исходил. Цела зато снова душа, И Божий с небес ниспадающий свет вновь мне мил. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Вот, и проглядываю я, как обычно, по журналистской въедливой привычке новости, А я всегда оппозиционные каналы СМИ смотрю в первую очередь. И даже когда я был пропагандоном, я тоже смотрел оппозиционные каналы в первую очередь, Там самые объективные новости. И попадается мне на глаза новость, друзья, о том, что Роскомнадзор потребовал удалить канал на Ютуб о пытках в тюрьме. И так как он усмотрел в нем пропаганду АОЕ. И вот, наконец-то, я узнал аббревиатуру АОЕ, ее смысл. Арестантско-уголовное или уркаганское, что-то такое, единство. Вот, а это запрещенная в РФ аббревиатура, и, возможно, что-то еще, что за ней кроется. Вот, Алексей Кузнецов, автор канала Тюрьма Лайф и правозащитник. Вот, мы с ним сейчас связались. И вот, добрый день. Захар, здравствуйте. Ну, с вами на связи Алексей Кузнецов. Я автор и ведущий канала Тюрьма Лайф. Вот, здравствуйте, Алексей. Очень рад, что мне с вами удалось связаться. Да, друзья, мы предварительно поговорили с Алексеем, но никаких вопросов мы с ним не оговаривали. И вот, Алексей, расскажите, пожалуйста, вот в двух словах, если это возможно, о том, что вот за эти три года ведения канала вам удалось пережить, вам пришлось пережить. А также, с какой целью вы создали канал? Ну, канал создан с целью защиты прав и свобод заключенных и их родственников. На канале освещается вся проблематика, которая творится в местах решения свободы, то есть в период следственных действий и так далее. То есть пытки, убийства, фальсификация и так далее, то есть вымогательство. Вот. Каналу около четырех лет, но пережить не пришлось немало. То есть были и угрозы, и неоднократные попытки блокировки канала и так далее. То есть, ну, куча всего. То есть я, чтобы время не тратить, просто каждый может в любом поисковике забить ведущий канала «Тюрма.Лайф», и там выйдет вся проблематика, с которой я сталкивался. Понятно. Алексей, расскажите, пожалуйста, вот сейчас вот этот Роскомнадзор, который, вот этот орган, который на самом деле это просто такой окровавленный кляп, который вот одной жертве засунули в рот, расстреляли, выволокли и следующей жертве. Вот что с вами делает Роскомнадзор, который Навальный называет Роскомпозор? Ну, вчера пришло письмо на почту, что в течение суток я должен удалить контент. Вообще, то есть не указано почему, ничего. Указано только судебное решение там за 2017 год какого-то башкирского районного суда, который находится там, я посмотрел, территориально это какая-то вообще деревня. Вот. В том году была аналогичная ситуация, и мне точно так же предъявляли решение башкирского районного суда. Но решения у меня нету, то есть мне непонятна мотивировка, но в конце письма написано, что за пропаганду АУЕ, арестантское-уркаганское единство. Вот, арестантское-уркаганское единство. Единство, да. Для меня тоже это, как бы, знаете, ну, я слышал, но особо не знакомо. На канале ни одного слова, во-первых, об этом не сказано. На канале озвучены истории людей, ну, которые столкнулись с этой системой, пытались добиться справедливости. Также на канале присутствуют несколько документальных фильмов, после выпуска которых, ну, по многим есть возбужденные уголовные дела в отношении силовиков, там, ну, некоторые силовики сидят, есть реальные сроки, там, и так далее. Алексей, скажите, пожалуйста, простите, пожалуйста, что я вас перебиваю. Скажите, вот если человек, его вот так вот незаслуженно обидели, задели, слово мерзкое, ну, нет, слово нормальное, смысл в него мерзкий вкладывают, я же все равно использую эти слова, я не уголовник. Если человека обидели незаслуженно, любого человека, он может к вам взять и просто обратиться, да? Или как это у вас? Обращается, да, то есть ко мне обращается много людей. А как вас, вот смотрите, Алексей, я поддерживаю вашу деятельность, и давайте тогда подпишемся друг на друга, и у меня только к вам одна просьба, вывести свои контакты, пожалуйста, в открытом доступе, чтобы любой, кто нуждается в помощи, мог к вам обратиться. Ну да, проблематика эта есть, я согласен, просто мне в основном пишут в Фейсбуке, ВКонтакте, и вот как бы вот так вот на меня выходят. Да, этот минус есть, я вижу, на канале надо сделать, чтобы были контакты, просто частенько я меняю телефоны, там, место жительства и так далее, в силу специфики проводимой политики. Ну вас преследуют, давайте называть вещи своими именами, вас преследуют. Сейчас я вынужден был переехать в другую область. В прошлый раз, когда были сильные вот такие уж угрозы, к угрозам я привык, когда угрожали конкретно моей семье и детям, то есть это вот перед путинскими выборами, то есть следственно-массовая информация, конечно, меня спасли, но семью я потерял. Точно так же место жительства пришлось поменять там и так далее. Сейчас я уехал в другую область, но мой опыт говорит о том, что от этих мразей прятаться бесполезно, потому что они вычисляются... Конечно, 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 смысла нет прятаться, глупо. Да, ездить я сейчас перестал и менять адресацию, потому что я выхожу в интернет, провожу определенную работу, и я понял, то есть, в прошлый раз, когда потерял семью, что меня вычисляли по IP-адресу. Алексей, вас вычислят в любом случае, как бы вы ни прятались, и глупо прятаться, если вы стремитесь к добру, тут уже надо принимать все. Нет, я не прячусь, я просто... Я не прячусь, я предпринимаю определенные меры безопасности, чтобы продолжать свою деятельность, и чтобы приносить пользу тем людям, которые ко мне обратились. Просто глупо понимать, ну, глупо понимать, что тебя могут там ликвидировать, сфальсифицировать какие-то дела в отношении тебя, запрятать, усадить тебя, запытают и убьют, и все. И то есть, как бы, если у тебя есть понимание каких-то возможных исключений, вот, негативных последствий, то, как бы, ну, вот я принимаю их, например. Ну, понимаю. Алексей, вот я жму кнопочку подписаться, я на вас подписался, вот. Да, тоже на вас подписываюсь. Ура! Посмотрел ваш канал, как бы, да, достаточно... Ну, давайте будем объединять наши усилия. Вот. Вы большой молодец. Ну, одна просьба к вам вывести какие-то контакты свои. Да, контакты без проблем выведу, да. В описании канала, да, где-нибудь под роликом. Я вывешиваю регулярно, потому что прятаться, ну, как-то бессмысленно, действительно. Спасибо вам огромное. Да, да, выложу, да. Спасибо. И давайте вместе попросим YouTube, давайте вместе попросим прекрасный YouTube не удалять канал. Я бы хотел вас обратиться, конечно же, да-да. Вот я позволю себе за нас сформулировать, за нас двоих, это. Уважаемый YouTube, просим вас не удалять канал, вот этот вот канал Тюрьма Лайф, потому что в нем человек пытается рассказывать по-честному и непредвзято о настоящих бедах и о геноциде, которые происходят в России. Вы поддерживаете мои слова? Я поддерживаю, да. Я хотел бы добавить, чтобы просто маленькая политика Google и YouTube, в частности, маленько поменялась и давали возможность не в одностороннем порядке, вот так вот, по желанию властей Российской Федерации удалять контент, канал там, и площадь, и так далее, чтобы YouTube все-таки и Google сделали какую-то прозрачную площадку, на которой возможно было бы обсудить вопросы и понять претензии, которые предъявляются к авторам каналов. Это на самом деле насущная проблема, потому что я вижу, что некоторые блогеры с удивлением узнают, что у них удалено видео, там, удален канал, там, и так далее. И нам просто-напросто в одностороннем порядке фактически все это делает, не дается возможности ну, разобраться в ситуации, понять, в чем нас конкретно обвиняют, тем более, ну, сейчас в России вы сами понимаете, что происходит, это просто блочат всех, чтобы не давать какие-то ответы, там, не иметь никаких-то последствий, там, и так далее, чтобы не оставлять какой-то исторический след о тех владеяниях, которые сейчас творили власть. Вот, как бы, больше мне дополнить нечем. Благодарю вас, благодарю вас, Алексей. Что ж, мне очень приятно с вами познакомиться. Помогай вам Бог, ну, и помогай нам всем Бог. Доброго вам дня, Алексей. Все, на связи. Вот, смотрите ролик. Что ж, дорогие друзья, вот, поговорил я с Алексеем Кузнецовым, ну, человеком, который видится мне сейчас искренним, ну, и полагаю, что он такой есть, вот, он даже у себя на канале не включил эту монетизацию, чтобы реклама была. И, кстати, напрасно он это сделал, да, с одной стороны, это показывает, насколько он бессребренник, но, с другой стороны, канал, а Ютуб хуже развивает такие каналы. Да, потому что он не видит в этом коммерческой выгоды. Ютуб, это же просто, друзья мои, корпорация Гугл, это, ну, не просто, но это корпорация Гугл, они зарабатывают деньги, да, и это нормально, как бы, такова жизнь. Вот, поэтому, такова и логика. Логику надо понимать и принимать. Что ж, друзья, вот так вот, я поддерживаю Алексея Кузнецова, вот, я на него подписался. Если вы, как и я, разделяете мысль о том, что вот нынешние силовики РФ и пенитенциарная система РФ, это палаческая, адово, концлагерно-гулаговская система, система адского геноцида, которая убивает людей, и калечит, и которая несоразмерна выдуманным часто преступлением, за которые людей сажают и пытают, если вы согласны с тем, что это адское капище, а не система правосудия, если вы согласны с тем, что это исключительно лишь жертвоприношение с целью поработить всю страну и убрать лишние рты. Ну, что ж, тогда давайте вместе поддержим Алексея Кузнецова, его канал Тюрьма Лайф, мне не нравится гулаговская система, мне не нравится, что словечко обидел, из мирного доброго словечко превратилось в какое-то там слово с подтекстом, и нельзя просто так человеку сказать, спросить, я хотел у вас спросить, за это могут и на перо посадить, вот, мне не нравится гулаг, хватит с меня гулага, и хватит с нас гулага, это надо вырвать с корнем, выкорчевать и выбросить в овраг, как злой ядовитый куст. Что ж, дорогие друзья, завтра у меня день рождения, и у меня есть определенные планы, я пока не хочу ими с вами делиться, не хочу, а не могу ими с вами делиться, но завтра обязательно поделюсь, и если кто-то хочет вдруг каким-то чудом сделать мне какой-то подарок, я имею ввиду поддержать мою деятельность, сделайте это, пожалуйста, сегодня, дорогие друзья, я в этом реально по-честному нуждаюсь, я полагаю, если все получится, вы не будете разочарованы, вот, ну, а если не получится, тогда это будет подарок, вот, что ж, доброго вам всем дня, и мы все должны говорить, эта система сожрала слишком много жизней, всех нас, и я твердо убежден в том, что 70% заключенных в этих лагерях и тюрьмах адовых не место, систему можно перестроить так, что люди не будут нуждаться в том, чтобы совершать преступления, вот и все, таково мое видение мира, реальности мира, о реальности этого мира мы еще очень скоро поговорим, даю вам слово, дорогие друзья, что ж, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, ну, и по мере возможности действительно поддержите мой труд, в этом я именно сегодня нуждаюсь, крайне, вот, до свидания. до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. до свидания. Продолжение следует...